Хочется спросить, много кривотолков по поводу того, кем был ваш дедушка, и вообще сколько их у вас было? Действительно, ситуация сложная, сразу не разберешься, но вернемся к вашей деятельности в бытность министром юстиции. Говорят, что вы получили от одного человека очень высокую оценку вашей министерской деятельности. Кто этот человек, если не секрет? Да, как тут не повторить известную фразу, устами младенца глаголит истина. Патрону Михаил, хоть и говорят народе, что самый большой авторитет для вас это вы сами, все-таки кого вы считаете помимо вас самого авторитетами? На кого равняетесь, если можно так сказать? Ну что ж, большое спасибо за исчерпывающий и искренний ответ. И сейчас, к концу нашей программы, новшество. В нашем эфире в качестве оппонентов будут выступать бывший член Союза граждан, бывший председатель парламентского комитета, бывший реформатор, аныне консерватор Георгий Барамидзе и представитель фракции «Новые правы» Давид Савянемидзе. Что за шум в студии? Что происходит? Господа, я еще ни о чем вас не спросил. Но потерпите же секунду. Угоменитесь, пожалуйста. Пожалейте зрителей. Что за словесная дуэль? Ну будьте же мужчинами, в конце концов. Деритесь на шпагах, как в старые добрые времена. Я прошу режиссера прекратить этот бардак в студии. Дайте им валерьянку. Да-да-да, в лошадиной дозе. Режиссер, я вас прошу, не увлекайтесь. Почему такой ближний план? Приглушите голос. Зрители, это в чем провинились? Вы хоть объясните толком, кто что украл, и потом деритесь. Но никакой этики. Господа, на вас смотрят миллионы телезрителей. Не заставляйте их переключаться с нашего канала. В конце концов, вы портите нам рейки. Так, все. Режиссер, камеру на меня. Прошу прощения, дорогие телезрители, за испорченный воскресный вечер. Очень хотелось, чтобы наша программа закончилась в спокойной и теплой атмосфере и в том же ритме, как и начиналось. Ну что делать при вратности судьбы? Видит Бог, мы этого не хотели. Ну а я желаю вам удачной недели и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok